Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А? Русский. Чего? Русский? А? Пин-код теперь введите. Пин-код, помните? Что? Четыре цифр. Ага, да, так. Значит так. Кончилась война. И муж погиб двенадцать лет назад. Сорок по двенадцать? Ага. И чего? Доллары, евро, рубли, чего вы берете? Да ну-ка, ну-ка. Спасибо тебе, я каждый раз, как пенсию получать, так потею сейчас страшно. Мне тоже потею страшно. Пенсия, слезы. Ой, такой молодой и на пенсии. Воевал, поди. Поди. А-а-а, сердешненький. Слухай, слухай, Соколик, тут китайцы с машиной картошкой тангуют из Рязани, синеглазкой. Не подсобишь мне мешочек, до дома дотащи. Далеко? Да куда? Здесь еще близко. Ну, давайте. Пошли. Пошли. Так, с первым этажем разобрались, плывем дальше. Туалет и гардеробная тоже на тебе. Слышишь? Слышу. Хоть кивай, к тебе не догадаешься. Так. Вот. Комната Тани. Дочери Виктора Мартыныча. А там студия. Антон со своим другом репетирует. Спецом в это время. Эй! Поднимайся. Таня! Танечка, ты же знала, что уборка? Может хватит? Ты что-то невнятно сказал? У меня о твоей музыке уже голова деревянная. Она у тебя без музыки деревянная. Хорошо твой отец не слышит. У нас репетиция, в курсе? Это Мавлюда. Наша новая домработница. Будет за тобой грязь выметать, раз ты сама не можешь. А за тобой типа не будет. Пошли, Дима, навалим отсюда. Таня, когда будешь? Что отцу сказать? Какая тебе разница? Скажешь, что я в клубе? Говорила мне мама, не связывайся с разведенкой, с ребенком. А ты что стоишь? Начинай! Время пошло! Чтоб пыли не было здесь, я проверю! Далеко еще, бабуль? Все, все, все. Вот, Владимир, сейчас внучок спустится и на этаж подымет. Все, я пошел. Спасибо тебе. Не надо, я вам просто так помог. Да, бери, бери. Мне внуки хоть помогали. Бабуль, вы свой пин-код направо-налево не говорите? Какой пин-код? Да никакой. Дома сидите. Борис, я же мать, ну неужели я не могу поговорить с дочерью? Лариса Петровна, я не имею права вас сюда пускать по решению суда. Какого суда, Борис? Ну вы же сами знаете какого. Ну я третий день ей звоню, она не отвечает. Я только поговорю с ней и уйду. Только увижу ее и уйду. Лариса Петровна, ничего личного. Можно выйти? Пожалуйста. Там дочь моя, Таня, вы ее видели? Как она? Скажите хоть что-нибудь, хоть что-нибудь скажите. Слушай, ты по-русски говоришь? Понимаешь? У тебя дети есть? Муж у меня дочь отсудил, я месяца ее не видела. Вот, это Таня. Слушай, сколько тебе платят? Я тебе больше заплачу. На, бери. Бери. Да. Ну ты же за этим сюда ходишь? Я только убираюсь и готовлю. Нет там Тани, она гулять ушла. Возьмите ваши деньги, мне хорошо платят, спасибо. Остальное не мое дело. Да кого я прошу? Чмо бесчувственное! Чем бесчувственное! Чего цена операje на конкурсе? Ага, ブarck. Корпун Корот非я. Слушай, просвет с яд Ваши документы. Все, после... Whose secure password against the open hacking? Регистрация есть? Есть, есть. Что в Москве делаем? Работаем. Стройка. Разрешение на работу есть? Есть. Смотрите, все. Наркотики употребляли? Нет. А что это за реалити-шоу? А что тебя интересует? Я хотел название узнать. Иди, куда шел, мужик. Так я вот иду, гуляю. Ладно, в порядке все. Гуляйте пока. Стойте, стойте, дядя. Стойте, дайте свой номер. Ну, вы нам помогли, дядя. Мы вам ремонт, все бесплатно. Ну, давай, давай. 9, 3, 2, 4. Да, да, блокируйте этот телефон. Блокируйте этот. Спасибо. Сколько тебе должен? 300 рублей. Там тебе на три дня супа и отворот головы. Я за телефон сколько тебе должен? А, бесплатно. Спасибо. Не мне спасибо. Звонок оператору бесплатно. А я думал, пожалела. Чего тебе жалеть? Зачем к ним полез? А? Они тебе кто? А муж мне твой кто? А мужа найдешь, я тебе хорошо заплачу. Как те чурки? Тупым, тяжелым предметом по башке? Совсем ты дурак? Сама дура. Они же ниоткуда не берутся. Не потому, что я жадна. Ну, есть такое понятие. Деньги счет любят. Я тебе на прошлой неделе сколько давал. Где они? Ну, Колобок. Ну, хорошо. На, держи. Ну, только давай тогда записывай, все, что ли. Хорошо. Анжелика! Что? Где меченосец полосатый? Кто? Рыбка где? Я не брала. А кто, Абрам? Ты же дам наследить за всем в доме! Абрама! Ничего не носится, блин! Что? Я тебя грязь взяла выметать? Вот и выметай! Говорили мне девке, бери филипинку. На, в среду придешь. Не опаздывай. Эй! Ты щи приготовила? На плите. Колобок! У меня сегодня щи! Дань! Время! Димка, тебе жить страшно? Я об этом не думал. А зачем живешь? Думал? Живу, чтобы жить. Что за кривые вопросы? Пошли! Или ты передумала? Нет. Нет. Я... Чего? Я просто мать вспомнила. Ей сейчас жить страшно. Наверное, очень страшно. Наверное, очень страшно. Кому я еще не звонил? Остался только Интерпол. Тебе смешно? Тебя это веселит? Витя, у меня дочь пропала. Тебе смешно? Витя, ей шестнадцать лет. Я в шестнадцать лет вообще дома редко помню. Витя, я в шестнадцать лет. С тобой все понятно. Таня другой человек. Она всегда ночует дома. Дома, понимаешь? Виктор Мартынович, здрасте. Таня не появлялась? Давай все. Сначала. Ты проводил ее до клубы дальше. Да. Дальше мама позвонила. Сказала, что у нее давление. Я к маме побежал. После репетиции, ну, обещал за Таней зайти. Пришел, ее нигде нету. Начал звонить, телефон заблокирован. Ребята, кто там были, они сказали, что она ушла. Ну, если честно, то я опоздал еще чуть-чуть. А можно я здесь посижу? Ну, пока она не вернется. Конечно, о чем ты говоришь стоит. Спасибо. Если через полчаса не объявится, звоню в полицию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Злая ты баба, Мавлюда. Я бы на месте твоего мужа такой злой бабы сразу бы убежал. Ты бы никогда не был на его месте. Ой. Ну как? Ой. Вроде отпустила. Ой. Что ты делаешь? Сбрасываю твою плохую энергию. Не надо ничего сбрасывать. У меня тут чисто. Массаж воротниковой зоны и головы стоит полторы тысячи рублей. Тебе скидка. С тебя пятьсот. А ты в прошлый раз бесплатно мне делала? Ну, это в прошлое. Ну, ты же знаешь, что у меня пенсию сперли. А ты не жалуйся. Здоровый мужик, иди и работай. А где не подскажешь? Вот охранник нужен универсальный. Туда иди. Да? А может мне швейцаром пойти? Следователю по особо важным делам. Двери в кабаке открывать. А может и швейцаром. Я вот врач, мету улицы и ничего. Вот и лети. На, ни в чем себе не отказывай. Спокойной ночи. Давай. Вить, может ты поешь? А то, что ты не спишь, не ешь, это тебе никакого толку нет. А полиция и ищет. Ты чем можешь помочь? Ты можешь помолчать. Просто заткнуться и помолчать. Танька, ты где? Постойте, подождите. Вы кто? Чего вы хотите? Где моя дочь? Где Таня? Сволочь. Я тебе умею. Я тебе здоровье. Если хоть один вон. Включились. Михаил Васильевич, это опять я. Звонили похитители. Завтра утром обещали выставить требования. А я знаю, ты полиция или я. Давай, приезжай. Привози свою аппаратуру, я не знаю. Все. Зачар. Зачурки. По говору слышно. Узбеки и таджики. Витя, зачем ты не хорал? Ну, с ним нельзя так, ты понимаешь? А где Лариса? Дай мне воды. Здрасьте. Что он здесь делает? Опять застали. Тебя дочь похитили. О чем ты думаешь? Виктор Мартынович, не надо так. Лариса Петровна, можно понять, это нервы. Надо просто успокоиться. А ты не указывай, что мне делать. Пусть он уйдет. Я не хочу, чтобы этот человек был в моем доме. Это мы еще посмотрим. Лариса Петровна, Таня моя невеста, поэтому я здесь. Дима, ничего, ничего. Жаткнись! Все помните? Спокойно. Требуйте разговоры с дочерью. Главное, время. Тяните время. Да, я слушаю. Твоя дочь жива. Миллион, и мы ее вернем. Для начала я бы хотел поговорить с Таней. Папа, папа, забери меня отсюда. Отдай им деньги. Папочка, это страшные люди. Они меня убьют. Танечка, маленькая моя, все будет хорошо. Скажи, ты где? Кто они? Я знаю их? Все, хватит. Готов деньги, миллион долларов. Мелькими купюрами. Даем тебе один день. Я не успею. Завтра сообщим, где и когда. Подождите. Не успели засеять. Это все из-за тебя. Это все из-за тебя. Это все из-за тебя. Это из-за тебя. Дай сюда. Дай сюда. Ты сволочек. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Мне надо идти. Я вас провожу. В той стороне переход. Убачена. Я не знаю, что мне делать. Дай сюда. Чурок, я на дачу не беру. Все в порядке? Да, Виктор Матонович. Все как просили. Мелкими купюрами. Ну, не плачь, Лариса Петровна. Я знаю, кто вам может помочь. Он очень хороший следователь. Да? Был. Опа! А? Скажите, а почему ваша дочь отказалась жить с вами, а выбрала отца? Понимаете, у Тани с матерью был страшный конфликт. Мне даже не пришлось уговаривать дочь остаться жить со мной. На суде так и заявила, с матерью жить отказываюсь. А из-за чего конфликт-то? Из-за Димки. Почему вы на него так остро реагируете? Да как я должна была реагировать? Диму восемнадцать, ей шестнадцать. Мужчине нужен. Так, а может у них это, любовь? Да при чем здесь любовь? Люмпин и Таня, интеллигентная девочка, при чем здесь любовь? Нормальный парень. Ну, приезжий из набежных Челнов. Мать Челночила. Купили здесь недалеко комнату. Димка одиннадцатый класс заканчивает. Между прочим, горбатится по ночам официантом. Ну, варка дура взъелась. Принца подавай. Я во всем виновата. Если бы я ее тогда не ударила, ничего бы не случилось. Я сорвалась. Витька тогда мне уже замену нашел. Бросать меня собирался. А виска дура сама напоролась. Заступала меня с Анжеликой. С Анжеликой Газачиной? Это ей так нравится Анжелика. Анжелка она. Витька меня аж без всего оставил. Квартира, машина, дача, все на него записано. Вот мобильник даже и тот, тот на него записан. Я не хотел разводиться. Это не в моих правилах. Голобуна я сделала вид, что ничего не видела. Желик по-тихому. Суд. А тут этот рыжий. Ну, луденькая. Я сорвалась. Он только и может, что на барабанах стучать. И Таню подсадил. Да что подсадил? Да на барабаны, господи. Отец ей барабанную установку подарил. Мол, они группу создают. Она все время теперь стучит пальцами, вилками. Все, что под руку попадется. Лариса Михайловна, вы мне обещали фото показать. Вот, последняя как раз со школьного концерта. Ну, ничего. Что? Вполне симпатичная. Можно сказать, красавица. Такой мужик и без денег в тюрец. Вот такой мужик. Станя, у них все серьезно. Ну, не богат. Ну, из простой семьи. Я сам деревенский. Это я вообще виновата. И я плохая мать. Таня, Таня такая хорошая. Она меня любит. Я не понимаю, что... Давление в норме. Пока. Что значит пока? А то и значит. Если вы и дальше так себя будете продолжать вести, ничего хорошего я вам не обещаю. Холостые мужчины живут недолго, слышали? Вот я женщина, уже три года живу одна. И чувствую, как силы уходят. А вы мужчина. Приду через несколько дней. Проверю давление и все остальное. Так что подумайте над моими словами. Знаете, я справляюсь. Еду готовят, полы сам моют. Ну, при чем здесь полы? Два раза в неделю, как минимум. Ну, хорошо, один, но регулярно. Тем более, после травмы головы. Я как врач обязана вас предупредить. Всего хорошего, до свидания. Других. Проверяных. Все готово. Я перескал. Следую. Потеряную. Похолебное подушку. Похолебное подушку. Видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Что-то ты нервная стала Может тебе тоже надо? Два раза в неделю Чего? Доктор говорит, два раза в неделю Вот это вот Найдешь Таню, половина денег моя Лариса слово сдержит Правда она сказала, что ты бестолочь Бестолочь Опять по тому же месту Шуток вообще не понимает Ну и что, супчик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Здорово! Как оно? Отлично! Здорово! Привет! Здорово, девушка! Здорово, здорово! Привет, привет! Здорово! Слав! Слав! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово! Привет! Ну что, как говорились? Конечно! Отлично! О! Держи! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего надо? Да я на Магнитогорский проезд выйду, не знаю. Не знаю. Заблудился чё-то. Чё смотришь? Ничего, устраив. Девчонки, вы поосторожнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Куда? Куда ты эту машинку суёшь? Давай быстрее, полный дом полиции, не до тебя сейчас. Ты русский язык, понимаешь? Я тебе в списке написала обезжиренный йогурт, ты какой принесла? Там один процент не было обезжиренного. Ладно, всё, давай, переодевайся на сегодня всё. Сейчас машинку включу. Быстрее! Второй перекрёсток за песчанкой. После заправки, то не там. Виктор Бартенович, берём чемоданчик, микрофон уже на вас. Виктор Бартенович, можно сводить? Нет? Виктор Бартенович, уже сказали, не надо полиции, это и так везем датчиков. Полиция, у нас просто нет другого выхода. Этим же гадам всё равно, кто деньги будет приносить. Нет, я сказал. До свидания. Как слышно? Раз, раз, раз. По машинам. Вить! Вить! И ещё я, я, я уеду, я не буду тебе мешать. Ладно, ладно. Только верни Таню. Верни Таню! Две тонны щебня, доставка, полный адрес. Вот ещё. Виновлю, да. Тебе цены нет. Смотри. Ага, начинается. Поехали, чё ты ждёшь? Перекрёсток на песчаный, за заправку. Поехали, тебе за это деньги платят. Не тряпещущая женщина. Дима. Это который рыжий? Да, жених. Вот, а теперь поехали. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Мы в природу едем. Хочу в Сербинке дачу снять. Там вода, плотва. А? Поможешь выбрать? Ой, на что ты собрался ее снять? На пенсию? Никого привел. Хочешь мертвую дочь, сними дальше от армии от ментом. Тихо, как вы засветились. Все, с меня хватит. И еду один. Сомневаюсь. Я так решил. Все. Ежкин бог. Едем за ним. Понял? Эй, ты, ты, ты. Ну, не ты, ты, ты. Любишь, Дость? Люблю. Пыль прибивает, мусорит меньше. Чего, голова болит? Это твое дело. Ладно, где тут установка? Пойду я, мне вставать рано. Давай, иди. Тогда весь гонорар мой. Поехали. Поехали. Я на месте. Нет здесь никого. Я клянусь, что оторвался. Деньги в пакет переложил. Поехали. Где моя дочь? Ничего себе. А Витюк в курсе, что у молодая жена себе такой домик построит? Ну что, давай стучать? Да. Я думал, ордер забыл. А это Анжелика. Она блондинка? Рыжая. А что опаздывает? Странно. Ну что, пошли? Куда? Кусты. Пошли? Пошли? Напугал. Кусты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уеду я отсюда, надоелом нет. Здесь люди плохо живут, никого не уважают, не жалеют. Мужья старых жен как мусор выкидывают, на новых меняют. А новые, новые же тоже старыми будут. Пройдет их очередь. Вот так все в очереди несчастья могут сидеть. Ну, если насчет Анжелики, знаешь, она в очереди стоять не будет. А вот и она, лисичка-сестричка. Так, давай, иди, договорись, чтобы они меня туда пустили. Давай, давай, иди, отрабатывай деньги. Я сказала, что у вас встреча назначена, что ты дизайнер ландшафтов. Кто? Дизайнер ландшафтов. Ты нормальную мужицкую профессию не могла придумать? Э, подожди. На. Живите с отцом. Я уеду, я не буду вам мешать. Главное, чтобы ты жива. Мам. Чтобы все было хорошо. Мам, я хочу теперь жить с тобой. Все, девки, хватит. Не до слез доведете. Где Димка? Где? А жена твоя умотала. Она не жена, пап. Вы же не расписаны. Пока нет. Я быстрых решений не принимаю. Свещение менять будем. Так, ну тут тоже переделаем. Детский сад. Ты сейчас уйди. У друга к экзамену готовлюсь. Утвердить может? Может. Так, все. Все, здесь все. Бери. Я партнеров не кидаю. Анжела, слушай, а зачем тебе деньги, а? Ты что, мыло поел? Не, ну серьезно, Анжела. Выйдешь замуж, ты за Мартыныча. В шоколаде будешь купаться. Бери, а то я все себе возьму. Стоять, стоять, полиция, полиция. Давай. Может, ты пистолет покажешь? Так, слушай меня внимательно, Игнатьевна. Улики налицо. Детей по-малоритски пожалеют. Попали под влияние злостной феррицки. А ты по полной пойдешь, как глава преступной группировки. Давай. Деньги собирай. Славки не забудь, мотоцикл вернуть. Ну, давай, давай. Игнатьевна, рассказывай. Только коротко, я длины истории не люблю. Засыпаю. Нет твоего йогурта. Спасибо. Кушай, кушай. Он что, пить начал? Да нет. Первый раз вижу, чтоб столько. Давай его хоть укроем, а? А пойдет. Что ты так про это говоришь? Похудел как? А ты, а ты не похудела, нет? Ну, давай расскажи. Расскажи еще раз, как все произошло. Я тебе пять раз все рассказывала. Записали глаза, повезли, бросили в сарай. Все. Ну, прости, прости, не буду. Не стучи, не стучи, отца разбутишь. Мам, он тебя оставил, бросил с головой, а ты? Не стучи, прикрой, его похудел. Как ты смеешь так говорить? Я правду говорю. Да это она нас поставила. Кого я поставила? Да ты послушала наш разговор. Я ничего не подпушила, это она предложила нам. Тихо! Еще раз. Кто угрожал по телефону? Кон, они за деньги, что хочешь, сделают. Так все, свободен. Дальше. Это Танькина была идея, это она все придумала. Она нас подслушала. Я просто помогала им разработать план, вот и все. Таня мама любит. Она ей помочь хотела. Помочь? Украла себя и продала, не задерживая. Да мы просто напугать хотели. Я просто помогала разработать план, вот и все. Они же два дуба в этом. Да кто дуб? Что Танька, что Динка. Тихо! Я вот одного не пойму, тебе это зачем? Ты бы и так все свое взяла. Ага. Догнала бы еще взяла. Ты ничего с ним не поймаешь. Колобоку на каждую копейку считает. Я когда узнала, что он жены своей все отсудил, сразу все поняла. Да он бы на ней никогда не женился. Заткнись. Не твое дело, понял? И что не женился бы. Тоже поняла. Рыжий, пойдем. С Лавки мотоцикл вернем. А? А со мной это что? Это уж как Колобок решит. Молчи, молчи, молчи. Не говори ничего. Никогда. Ты слышишь меня? Слышишь меня? Никогда так хочешь и не делай. Мам, мам, я для тебя все деньги хотела. Для тебя. Молчи. Молчи. Думаешь, я не понимаю? Я ему, как и ты, не нужна. Все. Считать будете? Нет. Ну, тогда мы пошли. Подожди. Милиции, я дал обои. Ты молчи. Да без правды. Сколько тебе должен? Ни сколько мне твоя бывшая навела. Так ты все-таки догадался. Ну, я же следак. Хоть и бывший. А бывший, знаешь, вот как в кино говорят, не бывает. Если что, знаешь, как меня найти. Дмитрий. 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 Ты вот здесь. Дмитрий. 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 Нет. А вообще-то так. Велик. Дмитрий. Алло. Субтитры делал DimaTorzok Та-ра! Привет! Ну что, Лариса все честно отдала. Я честно поделила. Вот твоя часть. Ну что, давай-то как-то отметим. Слушай, ты деньги-то спрячь. Ну что, будешь? Я угощаю. Представляешь, она Виктора простила. Говорит, зла не держу. Что, она опять к нему вернулась? Да нет, не вернулась, конечно. Но а то теперь Татьяна с ней живет. Пино будешь? Нет, ну а как потом вернуться после такого предательства? Я бы вот тоже не смогла. О, белые подешевле. Давай белого возьмем, а? Официантов не вижу. Нет, спасибо. Я не буду с тобой пить. Мне нельзя. Я замужем. Чего? Я не буду с тобой пить. Я замужем. Не положено. А чё пришла? Я по делу пришла. А чё вырядилась? Чего, уже успела развестись? Я не правду сказала. Я бы вернулась. Помучилась, но вернулась. Муж есть муж. Объелся дружи. Девушка, я вас очень прошу. Не наливайте ему. Он очень буйный. Что-то выбрали? Девушка, вы замужем? Еще чего? Вот правильно. Значит, мне сто грамм... Нет, давайте сто пять. Давайте двести грамм водки, а там разберемся. Простите, ваша жена просила вам не наливать. Вы буйный. Девушка, я не знаю. В седьмой водки, вы не спите. А там же весь дом. И он уже не поможет. В седьмой водки, я не поеду. Ух! Давайте хорошо. В седьмой водки. Девушка, я не знаю. Девушка, я не знаю. Девушка, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что повез Субтитры создавал DimaTorzok Где он? У твоего жена? Переломы многочисленные, голова в дребезге Скорее всего падение с большой высоты Что мы могли, то все сделали Надо пойти в морг Это в чем его нашли? Одежда Ботинки Это ключи были в кармане И документы Паспорт божий Ну не паспорт, это копия Все Пойдемте Пойдемте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не он Внимательно посмотрите Ни Самир не мог уж Погибшего были документы твоего мужа Для нас это ниточка Ведь он мог знать Самира, так? Надо просто вычислить эту стройку С того все нормально? Да Но стройка должна быть где-то рядом с больницей Наоборот Повезет подальше, чтобы не нашли Нет, он был в тяжелом состоянии Тут надо действовать было быстро Даже скорую не стали ждать Хозяева запретили вызывать скорую Приказали избавиться от тела Просто все не смогли Если узнают Что на стройке произошел несчастный случай Начнется расследование А у них рабочие нелегалы Проще в бетон Кто их будет искать? Никто тебе ничего не расскажет Потому что все боятся Ну может и так А может и... Не может Да что с тобой такое, а? Это же у нас кремень Искать надо, понимаешь? Искать Паспорт ее дайте Она не беременна? Да нет Не должна Я не знаю Ну? Как мы? Голова крошится Ну, вы потеряли сознание Это спазм сосудов головного мозга Давление резко упало Вы не беременны? А то муж ваш испугался Я не муж Он не муж Питаться ей надо лучше Икры женщине купите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я сказал найду Значит найду Давай прыгай Давай, давай, не бойся Сними меня, пожалуйста Быстрее с ним О, мои руки Что, страшно? Что, когда свадьба? Пап, ну чего ты? Это Антон Добрый вечер, Владимир Сергеевич Доброй ночи Антон? Антон Пап, ну чего ты? Иди домой Иди, я приду через 10 минут Иди, мама знает, что я у тебя ночую А я вот не знаю, что ты у меня ночуешь Ладно, я побежал Доброй ночи, Владимир Сергеевич Давай Пока, Полина Пока Папа, блин Чего? Ничего А что это он тебя так устрекотал куда-то? А? Мам Так, давай садись в машину Я тебя к маме отвезу Я у тебя останусь К маме поедешь У меня дела Дела у тебя? Так, положи, садись Ты Антон? Ну да Я ответил Мика просила этот сын предать тебе Сама она где? Она задерживается Пап Ну я понял, соскучилась Решила навестить отца родного Пап, мне нужен совет Взрослый Ну давай Может ли мужчина просто так дружить с женщиной? Ну, без всяких там мыслей Без каких мыслей? Ну, дурацкие Понятно Понятно Ты в этом не разбираешься Но Антон тебе понравился? Нет Так, все, давай Выплюскивайся Сержант Абдурахман Ну, шумка ваша? Ну да, моя А что внутри? Разрешите посмотреть Пожалуйста Проблема какая-то? Журнал Где есть штучка Глянцевая Одежда женская Покачка Покачка Брать Пакет Северночь Там вон три белого порошка Ну, в общем, понятно Что ничего не понятно Если кто-то придет опознать или там забрать тело Позвонишь, хорошо? Позвоню Ну, а кто его заберет? Охранная грамота Это он другое имеет Какая охранная грамота? Ну, вот, бумажка Ксерокс паспорта И печать диаспоры Ну, это не документ Он юридической силы не имеет Поэтому ментам и хозяину Она не нужна Не отнимут Ну, а если что Опознать можно Какая-то надежда Понятно Ладно Ну, позвонишь, да? Ну, конечно, позвоню Я же вам говорю Я вышел Смотрю, лежит Подошел поближе Стонет Я тогда тряпку развернул Какую тряпку? Он же в тряпку был завернут Когда его на носилке перекладывали Тряпка упала И я его в бак выбросил Ты даже ее выброс О! Вот она А ты куда собралась? Я к себе Мне работать надо Куда работать? Тебе доктор сказал Еще сутки лежать Нельзя мне лежать Штрафуют Дети у меня Спасибо Здрасте Здрасте Что там поменил? Проходи, проходи Я под прикрытием работаю Стой! Иди сюда Че такое? Тумор Я у тебя так увидел Вот мой А это че? Самая важная вещь для мусульманина В нем все Что все? Сила Пока человек жив Пока жив Там суры из Корана И информация о человеке Его имя Имя матери А имя отца Не пишут Почему? Не знаю Не пишут Значит так надо Давай Ну там на арабском Я арабский не знаю А вот для чего открывали? Интересно Я знаю кто это может прочесть Кто? Мансур Макс Адович А ты семье этого несчастного Очень большое дело сделал Володь Я по неосторожности помог Не для них старался Самир арабский знает Это кто? Это муж мой Он когда за мной ухаживал На арабском Мне читал Стихи Амархаяма А я думал Он тебя украл Завернул в ковер И Дурак ты Почему? Я Нинку свою украл У Генки В стереотряде На картошке А у нас с Амиром Красивая была история Как в сказке Он меня увидел Посватался Наши родители договорились И мы поженились А у нас с Нинкой Только секс Чистый секс Очень мы это дело любили Вот На этой почве Сблизились Ну давай Спи У вас правда что ли До свадьбы ничего не было Ридия Не ждал? Что случилось? Просто так к тебе нельзя прийти? Из-за тебя арестовали человека! Антон в тюрьме! Ты меня увез, а его забрали! Куда? В тюрьму! Зачем? Я не знаю, я думаю, что это была какая-то подстава! Я пылесос не могу найти! Вы тут в темноте пылесосите? И пылесосим тоже! Так, ты мне скажи, ты что по ночам шатаешься? Девять часов вечера! Счастливые часов не наблюдаешь? Пушкин, молодец! Грибоедов! Ты мне скажи, что за подстава? У Антона нашли наркотики! Пап, я тебя уверяю, что это кто-то ему подбросил! Я прошу тебя, ты можешь с этим разобраться? Так, ну подожди! Ты что, связалась с наркоманами? Пап, ты чего? Я чего? Это ты чего? Пап, ты вообще уже! Антон, наркоман! Он бегает по утрам, он отжимается по спортивной! Спасибо, что хоть кто-то меня услышал! А у вас пока секс не умеет! Полина! Полина, чтоб дома была! Ищу матери, позвоню! Как спокойно, без баб! Давай, гуляй! Давай, гуляй! У Антона депрессия началась, когда Вика Кирилла ушла. А Кирилл этот весь из себя такой... Да гад, короче! И Вика эта тоже, ванилька конкретная. Ванилька? Ванилька. Ну, трубочка марципановая. Блондинка она, натуральная. И чувств у нее нет никаких вообще. А Антон, он хороший, а она вертит им, как хочет. Кто? Вика. Вика. Ванилька? Кем вертит? Антону? Да и Антоном и Кириллом. Она то от Кирилла к Антону бегает, то от Антона. К этому гаду? Я думала, что уже все закончилось, что Антон пришел в себя, забыл ее. А она появляется, я тебя люблю, давай снова будем вместе. А кто вместе-то? С кем вместе? Пссс. Антон, пошли гулять. Ничего, с Кириллом она только из-за денег. Антона она, не знаю. Если бы она его любила, разве бы она его мучила? Нет, конечно. Ну вот и я ему это говорю. Любит? Любит. Антона? Сама сказала. Ну это ж видно. Прям женщина рентген. А на сколько Антона могут посадить? От адвоката зависит. Мама у него без мужа. Работает учителем музыки. Сам он студент. Денег на адвокатов нет. Значит? Лет на пять потянет. Лет на пять. Но Вика его ждать не будет. Зато Полина твоя с удовольствием будет его ждать. Передачки ему носить. Письма на зону писать. Сам муж за него выйдет в тюрьме. Пять лет. Много. Кому надо было этого Антона представлять? Да нет, тут не за что зацепиться. Да тебе всегда сначала не за что зацепиться. Потому что ты сдишься. А потом ты успокаиваешься и все получается. Ну, ты же очень умный. Хороший следователь. Сейчас таких мало. Херезада ты моя. Что же ты со мной разговариваешь, как со слабоумным? Хорошо, поможем. Родственников найдем. Спасибо, Бон Сульман. Только ты не уходи, подожди еще. Присядь. Понимаешь, молодача, если у этого несчастного в морге документы твоего Самира, это очень плохо. У него только охранная грамота. У Самира еще и паспорт был. Есть. Ну, дай бог, дай бог. Ну, знаешь, доченька, вот по нашим мусульманским законам, если женщине полтора года муж пропал, она имеет право снова замуж выйти. Я не очень хорошо разбираюсь в мусульманских законах. А ты меня послушай, поверь мне. И потом, если у Самира нет документов, надо быть ко всему готовой. А у тебя дети. Ну, так что, все? Да, можно забирать. Ну, а теперь давай пообщаемся. Ты ведь это дело ведешь? Ну, да. Тогда вопрос. Подозреваемого Атона Найденова сразу после задержания заключили в СИЗО. Почему не отпустили домой с подпиской о невыезде? Так учитывая социально опасность деяния. А как вы его задержали? Долго разрабатывали? Ну, основание на немнозвонка. Народ же сознательный пошел у нас. А ведь у тебя там в деле написано, что Найденов был задержан при получении сумки от лица азиатского происхождения. А что за лицо такое? Китаец, что ли? Да какой китаец там? Ну, узбек или таджик. Ты их там разберешь. А я что там в деле не видел показаний этого? Узбека или таджика? Ну, так и нет. Убежал же. Вскрылся в неизвестном направлении. Ну, бывает. Ну, и получается, что Найденов и этот таджик в сообщнике? Ну, да. И Найденов рассказал, кто этот таджик, откуда, где его искать. Так какой там? Он задний включил? Первый раз вижу, имени не знаю. Как всегда, в общем. Знаешь, лейтенант, я в свое время таких уркоганов колол. И все они сначала по понятиям базар вели. Воровской закон, никого не выдам. А кто-то узнавали, что ему по 25 лет светит. Так своих сообщников сдавали, что уставали писать. Да вы-то сейчас к чему? Что, я кого-то не умею? Да нет, я к тому, что лично мне все это очень странно. Мальчик, 17 лет, а ведет себя как уголовный пахан. Никого не выдает. М? Ну, стыковочка. Ладно, где вещдоки? В вещдоках. Ну, понятно. Фальш-багаж. Вика просто больная. Она идиотка. Я так и знала, что это все она. Что ты с истеришь-то? Почему сразу она-то? Да потому что. Это ее сумка. И Зайца подарил ей Антон. Это может быть фальш-багаж. Да и в тот вечер, когда ты застукал нас на этой площадке, это от нее пришло сообщение Антону. Пап, я по лицу это поняла. По лицу она поняла. А во сколько пришло последнее смс? Во сколько ты нас застукал? В два? Да. В два. Ну, вот тебе смотри. Я переписал последнее смс с телефона Антона. Вот в 17-00. Да, в 17-00. Антон, приходи в суши-бар. Пожалуйста, он туда и понесся, как идиот. И цветы даже хотел. Ладно, неважно. В 17-45. Антон, не приходи, коза. И в два часа жду на бульваре. Ну, все, все, как я сказала. Сама на бульвар не приходит. Вместо себя присылает азиата с наркотиками. Это очень странно. Конечно. Все это очень специально и указывает на Вику. Поэтому за всем этим может стоять и не она. Это Вика. Да. Да потому что она ванилька. Кто? Дура. Слушай, Антон, точно не наркоман? Там скоро уже? Скоро. Пойду руки помою. Где суши-бар находится? Привет. Вот он. Побыстрее там, побыстрее. Сейчас еще ванилька припрется. Давай, 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 смири. Иди, не бойся. Иди. Девушка, а можно вас? Здравствуйте. Сложный клиент, да? Да, ругается. Вчера одной девушке предложение сделала. Какой, блондинке? Да, блондинке. У девушки телефон пропал? Как пропал? Не знаю, мы везде искали. Значит, папа прав. Кириллу-то это зачем? Ну как, из-за ревности, чтобы соперника убрать. Ну, преступление совершают из-за денег, чтобы скрыть другое преступление. И на почве любви. Ну, спасибо, теперь буду знать. Только нам это ничего не дает. Ну, как не дает? Вика не могла последний смс отправить. Телефон-то у нее уже не было. Значит, кто отправил? Кирилл. А как ты это докажешь? Ну, ты, ты докажешь. Ладно, надо искать того, кто сумку Антону передавал. Ну, Чет, алло, алло. Да, да, подожди. Э, да. Ага. Завтра? Хорошо. Из морга телостроителя забирают. Родственники нашлись. Эй, просыпайся. Что, едем? Нет, с тобой поговорить хотят. Вот этот человек был отец потерпевшего Рафшана. Здравствуйте, Владимир. Да, да, да. Спасибо вам. Хоронить вас был. Соболезную. Искренне соболезную. Скажите, а вы не знаете, откуда у вашего сына документы на имя другого человека? Знаю. Он написал, что у него хозяина. Его документы отбирали. Поэтому он купил, чтобы на работу взяли нелегально. А у кого купил, знаете? Знаю. Помогите, Мансур Максудрич. Ой, это очень трудно понимаешь. Адрес, где он живет, ты не знаешь. Фамилии, меотчества не знаешь. Он хотя бы кто? Таджик, узбек. А я не знаю, Мансур Максудрич. О, не знаю я. Опять для своего мента стараешься, да? Нет, это для матери парня. Ни за что, ни про что человека сажают. Ни за что, ни про что, это, конечно, плохо. Ладно, я попробую. Я ничего не обещаю, да? Ну, постараюсь. Рахмат. У меня потом к тебе тоже будет одна просьба. Хоп. Хоп. Конечно. Спасибо, Мансур Максудрич. Не за что. Я знаю, кто продал документы Самира. Кто? Ну, тот из милиции. Ты чего? Ты только в обморок не падай, то и крылья напасёшься. Ты меня, конечно, извини, но логика у тебя кривоватая. Два года назад пропал Самир. Документы оказались у ментов. Менты продали их и Равшану. И Равшан два года жил по документам моего мужа. И ты не понимаешь, что это значит? Да ладно, что ты второй по всему же хранить? Вот. Я ментам собирала взятку. Найди Самира, твоё будет. Ну, вот это уже деловой разговор. У меня появился стимул действовать. У меня появился стимул действовать. Так, вот здесь. Все правильно? Все правильно? Ну, это штраф за нарушение трудовой дисциплины. Почему за тебя кто-то убирает участок? Хорошо устроилась? Спасибо. Здравствуйте. Перевод, можно? Паспорт, пожалуйста. Паспорт. Можно, на секунду, я еще, простите, ради бога. Да, спасибо. Паспорт, спасибо. Паспорт, спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну? Ну? Да знаю, что дурак Субтитры делал DimaTorzok 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 Я эту сумку отнес этому человеку, передал, я ушел в метро, все. Скажи, вот этот человек был? Да, этот. Ну что, ты попал? Почему? Человека подставил. За тебя человека в тюрьму посадили. В сумку. Если ты героин был, пойдем. В сумку. Как это? Куда? В полицию. Куда? Показания будут. Можно я свою сумку возьму, пожалуйста? Сумку там, шумотка. Давай, проводи. Все, спокойно, спокойно. Э! Стой! Порог! А ну, стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Леш, ну ты ж видел этого Джасура, разговаривал с ним. Да не смотрел я на него, я только слушал. Леш, ну ты ж профессионал. Я в них не разбираюсь. Они у меня все на одно лицо. Это вот вы в них разбираетесь. Надо было мне с тобой ехать. В общем, ориентировки разосланы, будем ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай. Давай. Люди смотрят. Да ладно, знаешь, мне дешевле тебе помочь, чем икрой кормить. Что-то у меня теперь всю жизнь эту икру будешь вспоминать. Ну знаешь, какая она дорогая. Слушай, если для Леши мы все на одно лицо, может быть, Кирилл тоже одного таджика от другого не сможет отключить? Давай еще раз. Тебя зовут Джасур. Ага. Его зовут. Кирилл. Да понял. Будешь говорить насчет сумки, что просил передать и так далее. Сможешь? Смогу. Я вообще в театральный институт хотел поступать. Отлично, видишь, пригодилась. И попросишь, о чем? Надо встретиться. Правильно. Ну а дальше, как я учил. Подождите. Чего? А он хороший или плохой? Кто? Че ссор этот? Могу играть хороший? Могу играть плохой? Не надо ничего играть. Просто повтори, как я сказал. Понял. Алло. Здравствуйте. Это я, Джасур. Помните мне? Я сумку передавал. Алло. Слышите мне? Слышу. Откуда у тебя мой номер? Вы же мне сами дали. Сказали, сумку передашь, потом позвонишь. Ну и? Дело в том, что ко мне полиция приходила. Спрашивали то да все. Я им ничего не сказал. Ваш номер, телефон тоже не дал. Ну и чем? Не понял. Уважаемый, может, немножко еще мне денег дадите? Я такое вольнение переживал. Слышь, ты что-то попутал, Джамшут. Я знать не знаю, кто ты такой вообще, ни про какую сумку не слышал. Еще раз позвонишь мне, найду и ноги вырую. Все понял? Понял. Вот и молодец, чувак. Это я виноват. Я плохо сыграл. Нет, это мы с телефоном лоханулись. Все, спасибо. Иди домой. Хайр, мол, я не могу. Хайр, фархот. Ты тоже иди домой. Хайр, фархот. Э, это он. Только проще, понял? Давай. А ну? Слышь, как тебя там? Я, кажется, тебя вспомнил. Ты строитель же, да? Да. Помните мне? Я все умею. Все умею. Ну и что? Сильно деньги нужны, значит? Да, уважаемый, очень сильно деньги нужны. Мама болеет. Срочно лекарство надо перезаривать. Ладно, в общем, у меня есть у тебя работа. Приходи завтра вечером туда же. Помнишь место? Уважаемый, я очень плохо знаю Москву. Ну, Суворовская площадь, Скверь, на Лапке. Завтра с ним вечером жду тебя там. Все, давай. Хорошо, понял. Спасибо. Спасибо. Все, все, хватит. Ух, получилось. Да нет, ну куда? Почему нет? Федь, а ну-ка, надень кепку. Да не, не похож. Да почему не похож? Да только вы их отличаете. Так, отставить. Давайте не будем втягивать в это дело штатское лицо. Так, товарищ майор, вы же сами дали разрешение на операцию. Дал. Абдурахманов, заходи. Так. Федя, ну-ка, дай ему кепку. О, а это туда. Я ему свою спортивку не дал. Федя, что у нас там с регистрацией? Все нормально. Объект в клипу. Направляется к седьмому. Здравствуйте. Это ты, что ли? Как там тебя? Я Сур. А то это вроде другой был с виду. Это же я вот. Да? Ну ладно, все, поехали. Куда? Тебе уже работа нужна. Я на месте покажу. Поехали. Объекты седьмой направляются к машине. Повері. ТебеOST не си. Всё готово. Повері. Да. Тебе уже подвислен�. Валерий Сергеевич, ну, шо уж, неужели нам тут по погоням-то бегать? Есть там кому-то гонять-то? Левушка руковичная. А мы с вами давайте сейчас радиопостановку послушаем. Пятый, пятый, видим объект по Туворовской. Пятый, пятый. Объект седьмым прибыл на место. Ну вот, приехали. Ну что, смотри, стройка там, внизу. Иди, я сейчас с прорабом познакомлю тебя. Леша, работаем. Понятно, пятый. Вот там, внизу, видишь, да? Лех, сотый, пошли навстречу с объектом. Да, вот там, подальше еще. Пошли, пошли! Стоять, руки в голову! Лех, начни, руки в голову! Руки покажи! Сейчас одеешь дома? Стоять! Молодец! Хорошо сыграл! Спасибо! Ты где родился? В Анджиане. В Москве женился. А в милицию, то есть это, в полицию как попал? Гражданство сменил. Гражданство сменил. Лейтенант, а можете я на секунду? Ну что еще? Едгаров Самир Абдумаликович, двенадцатый, одиннадцатый, тысяча семьдесят восьмого года рождения, электродная, дом шесть, это Москва. Ну что еще? Зашибись! Самирин, ты где? Мы уже пришли. Где? Там. Папочка здесь. Ай, мой маленький. Чё ты так долго? Да пока лифт... Он спит уже. Вы заходите? Нет. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Диграя! Мы готова! Сруб staying 1-й. Кого? КОНЕЦ КОНЕЦ Кто там пришел, а? Привет. Привет. Так, где у собаки место? Вовка, почему ты мне ничего не сказал про Антона? Почему я все узнаю последним? Почему вы все мужики такие идиоты? Нин, мне на какой вопрос отвечать? На все. Можно потом? Я с утра еду в СИЗО забирать Антона. Он что, сирота? У меня что, личной жизни нет? Вон Стеклова из арбитражного. Представляешь, Володь? Пятьдесят два родила. И ничего. Нин, ты что хочешь? Посмотри на меня. Ну? Как ты думаешь, мне родить? Гена хочет ребенка. Нин, ну в этом вопросе он мне помощник. Не надо ревновать. Мне рожать. Нин, ты врываешься ко мне с утра. А вдруг я здесь не один? В каком смысле? В прямом смысле. В каком. Давай гуляйте, Пиноча. Значит, не рожать. Пиноче. Пойдем, пойдем. Папа. Вот, Антон. Владимир Сергеевич. Антон! Спасибо вам. Если б не вы… Да ладно. Учись хорошо. Спасибо. Давай. Созвонимся, малыш. Привет. Созвонимся. Ну, ты как? Папа. Знаешь, время лечит. Папа, это сложно. Понимаю. Ну, главное, на свободе. Здоров. Спасибо, пап. Вали. Значит, давай гуляй. Виктор, чего вам здесь надо? Уйдите? А где мавлюда? А, мавлюда уехала совсем. Уйдите. Как уехала? Не знаю. Уехала она совсем. Уйдите? Уйдите? Вы кто? Уйдите? Упили? Ухай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»